Если три года назад в чёрном списке по количеству незаконных построек лидировал Алатауский район, то сейчас больше всего нелегальных домов в Алмалинском и Бостондыкском районах города. Без одобрения департамента ГАСКО люди пристраивают комнаты, времянки, балконы, а иногда и целые магазины. Наглядный пример — это недостроенное четырёхэтажное здание напротив железнодорожного вокзала Алматы-2. Владелец — то Азиан Стар. Самовольно построенное здание подлежит принудительному сносу, однако, как видим, до сих пор с него не упал ни кирпичик. На деле в Алматы сносят всего десятую часть незаконных строений. Печально подытоживает в ГАСКе. На сегодняшний день процент исполнения всего около 10%, так как находится на исполнении департамента. В основном причина ссылается на то, что отсутствие техники, рабочей силы или какого-то иного механизма в связи с этим сносы не исполняются. Решение о сносе незаконных зданий принимает целая вереница госорганов. Выявляет нелегалов департамент Государственного архитектурно-строительного комитета. Дальнейшую судьбу решает суд, а сносит департамент по исполнению судебных актов. Почему судебные исполнители не справляются со своей задачей, мы решили узнать у их руководства. Но там прессу не жаловали. Я только с первого числа назначен, понимаете? Какие я могу вам дать комментарии? Вы просто назначите нам специалиста, пожалуйста. Дайте специалиста, который скажет о вашей работе. Не могу только через генерал. Подлежащих сносу строений в Алматы почти 600. И с каждым днём их становится больше. Причину массового незаконного строительства объяснили эксперты. Выяснилось, что всему виной наше несовершенное законодательство. Чтобы построить здание, нужно собрать госакт, архитектурно-планировочное задание, техусловие, экспертизу проекта и кучу других разрешительных документов. Сделать это быстро нереально. А в случае незаконной постройки всегда можно откупиться мизерным штрафом. Для физлиц это всего 15 МРП или почти 25 тысяч тенге. А судебные решения о сносе всегда можно обжаловать. Судебные разбирательства по закону могут длиться годами. Анарта Самбекова, Рашидин и Купов, телеканал Алматы.